Второе послание апостола Павла Тимофею, глава вторая Никакой воин не связывает себя делами житийскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумеешь, что я говорю? Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для слова Божия нет уз. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Это напоминай, заклиная пред Господом не вступать в слово прения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще больше будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы именей и филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея в сию печать. Познал Господь своих и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. Одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Продолжение следует...